Тур слет со знаком качества, командная победа, молодежный триумф, топ 5 новостей компании для вас. Начинаем! 22 июня, ровно в 4 утра. Момент, перевернувший историю. На уходящей неделе нефтяники вместе со всем белорусским народом вспомнили скорбную дату – начало Великой Отечественной войны. Работники Беларусьнефти приняли участие в знаковых акциях по всей стране. Это способ выразить почтение каждому, кто подарил будущим поколениям возможность радоваться жизни, творить и трудиться на благо страны. В этот же день был дан старт патриотическому турслету «Беларусьнефть. Знак гордости. Знак качества» в Реческом районе. 16 команд и жаркие состязания под флагами родной страны и предприятия. Спортивные испытания и творческие баттлы. Кулинарный поединок и тимбилдинг. Все это было незабываемо. Итак, победители. Первое место. НГДУ «Речица нефть». Серебро в Белниппе нефть и нефтебурсервис. Третьими стали ВМУ и УПНП ИРС. Сочные моменты и атмосфера турслета в нашем материале на нефтьбай. Командная победа. В Гомельском областном общественно-культурном центре состоялось награждение победителей и лауреатов областного смотра конкурса на лучшую организацию идеологической работы в трудовых коллективах в 2023 году. Компания «Беларусьнефть» отмечена дипломом победителя первой степени среди промышленных предприятий. Дипломом третьей степени в номинации «Идея года» отмечен проект нефтяников «Память, которая нас объединяет». Поздравляем! Молодежный триумф. Они в буквальном смысле ведут за собой молодых нефтяников, заряжают своей энергией и делятся опытом. В Речице состоялась церемония «Молодежный триумф». Для участия в ней было подано более 100 заявок от номинантов. Имена лучших авторов социально значимых инициатив и достижений среди молодых работников компании в возрасте до 35 лет были названы в шести номинациях. Наука, инновации и стратегическое развитие. Спорт и туризм. Информационные технологии. Творчество и креативность. Общественная и волонтерская деятельность. Лучшая организационная работа. Поздравляем победителей! К слову, в этот день руководство компании «Молодежи-ветераны» заложили капсулу времени с посланием потомкам, будущим поколением нефтяников, у памятника первооткрывателям белорусской нефти. Также мероприятие в Речице стало площадкой для прокачки лидерских компетенций. В Маратике – Скиф. В детском оздоровительном лагере имени Марата Козея участники военно-патриотического центра социальной подготовки до призывной молодежи «Скиф» во главе с Владимиром Гобровым провели конкурс «Юный партизан». Лагерь превратился в территорию, на которой мальчишки и девчонки в камуфляжных формах с учебным снаряжением проходили пять военных рубежей, научились пользоваться радиостанцией и оказывать медицинскую помощь пострадавшим. Корпоративный анонс. Сегодня в Декайте «Нефтяник» состоится героико-патриотическая акция «Факел Победы», посвященная 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие включает концертную программу военного оркестра Гомельской пограничной группы и детского коллектива «Мьюзик Кейтс», а также интерактивы и квизы о знании истории Беларуси. Закончится мероприятие торжественным плацпарадом духового оркестра на площадке дворца. Сегодня в Речице на стадионе «Центральный» состоится открытие спартакиады Белхимпрофсоюза. Пожелаем удачи спортсменам «Беларусьнефти». В эту субботу, 29 июня, на территории мемориального комплекса «Партизанская Криничка» состоится корпоративное патриотическое мероприятие, приуроченное ко Дню Независимости Республики Беларусь. Там будет велопробег, тематический квест и дегустация солдатской каши. С вами был Евгений Деменчук и это самые сочные корпоративные новости недели. Оставайтесь такими же активными и жизнерадостными. Яркие события жизни компании, как всегда, в формате «Здесь и сейчас» вы найдете в нашем телеграм-канале. Всем пока-пока! Дай пять, нефтяник! Дай пять, нефтяник!